С праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Вот этот вот день Рождества Пресвятой Богородицы открывает новый урок родового служебного для нашей Церкви. Хотя вот об этом празднике, об этом событии, ничего не говорится в Священном Писании. Если мы откроем Евангелие, то мы не найдем там никакого упоминания ни о родителе Пресвятой Девы Марии, ни о Ее Рождестве, ни о Ее детстве, ни о чем, что составляет Ее жизнь до того момента, когда Господь избирает Ее для того, чтобы она стала Матерью Его и Неводного Сына на момент Нового Годища. Вся жизнь Святой Богородицы известна нам из Священного Питания. Из Священного Питания. Вот весь круг богослужебный праздник Божьей Матери мы оставляем именно на том предании, на тех рассказах о Пресвятой Деве, которая хранила ранее христианская Церковь и донесла их до нас. Вот из этого предания мы узнаем, что ее родители, правильные, и Агинь, и Анна, до самой-самой старости не имели детей в своей семье. А это было в то время и в том народе, в Евгении, в этой Заветной Церкви, знаком того, что в этой семье что-то неблагополучное, что-то не так. Бог не дает им детей, видимо, потому, что они грешные люди, недостойные, неправильные люди. Так думали о них все окружающие, все их соседи. И вот они несли, так называемое, поношение и счастье, мы поем эти слова, в Кандаке сегодняшнего праздника. Они были презирали, их оскорбляли и обижали за то, что думали, что они были грешены. Но Господь-то видел их сердца. Господь знал, что это люди настоящей веры, чистого сердца, смиренного духа. Но почему-то не отвечал на их молитвы. Почему-то не давал им ребеночка, которого они так хотели и о котором так молились всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Вот однажды Иоаким пошел в храм, как хрестовое предание, для того, чтобы принести Богу жертву. А священник не пустил его в храм, не принял от него жертву, потому что считал, что этот человек недостойный. И Бог не примет его жертву. Ведь у него уже нет детей. А значит, Бог от него отвернулся. И, скорбя сердцем, Иоаким вернулся домой, имея повествовать эту печаль в своей жене, Ане, и они от всего сердца возобили какого взвода? С молитвой о помощи, о заслужении, о том, что Господь не отвратил от них своего лица. И вот чудо, удивительное чудо, у стариков, вдруг ребеночка, у тех людей, у которых умерла уже природа для того, чтобы быть отцом или матерью, вдруг у них рождаются дитя, вдруг такое счастье, необыкновенное счастье, невиданное счастье, наполняет жизнь этих людей, удивляет их соседей, приводит этих людей к покаянию соседей и окружающих, показывает, как Господь таинственно, непостижимо действует в людях. Но, с другой стороны, всегда остаются вопросы. Господи, а зачем так все сложно? А почему нельзя было дать ребенку, когда они были в самом расцвете своих сил, могли бы порадоваться, воспитать, ведь они очень быстро умерли, и дочь Пресвятая Дева Мария осталась сиротой? Почему вдруг Господь так странно отвечает на наши молитвы? Почему вот таким образом происходит это чудо? Нам кажется, Господи, ну ты же, что тебе стоит? Ты же всемущий, у тебя все есть. Вот что тебе стоит помочь ответить на молитву? Слышит меня? Мы молимся, Богу, и иногда с тобой с собой мысли, с тобой мысли. Господи, ну что тебе стоит? Как будто Бог волшебный, как будто Бог не тот, который только и делает то, что в чудесах творит. ты, если Бог творит чудеса, да, Бог всемогущ, Бог действительно твои чудеса, но вот только не волшебник. И это нам надо хорошо условить, потому что Бог творит чудеса для того, чтобы человеком не отразить, для того, чтобы человек стал иным, для того, чтобы этот человек по-настоящему смог это чудо воспринять как божественное присутствие в своей жизни и преобразиться. И, каким рано, всей своей жизни показали, что они люди смиренные. Они ждали ответ на свою молитву всю свою жизнь. Они были готовы, не теряя веры, ждать ответ на свою молитву с упованием. Это настоящее смирение. Вот это слово по-латыни смирение гуминус оно однокоренное слово со словом земля гумус гумус земля Вот смирение человеческое это та земля, которая должна стать благородной в которой Господь может посеять семя свое в своей благодатной людьми. И вот когда это земля наше смирение ведь мы же Господь взял вот эту праг земли и вдунул в нас дыхание жизни. Мы эта земля. Но часто земля бесплодная, часто земля колючая, часто земля каменистая, часто земля затоптанная, не приносящая никакого плода. А вот эти маны, та земля, которые принесли плод, которые Господь все у них это чудо, и они вынесли Бога. И они не просто восприняли это чудо как ответ на свою молитву, они были абсолютно готовы к встрече с Богом. Вот этот день, дорогие, учит нас тоже себя готовить к встрече с Богом, сердце свое готовить, душу свое готовить, чтобы мы тоже были способны на чудо. Потому что всякая встреча с Богом для человека это, конечно, настоящая чудо. Всех вас еще раз поздравляем с этим праздничным днем. Нас благодарим Господа. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Бог! Слава Бог! Благодарю Богу!